В зрительном зале, впрочем, как и на сцене, яблоку негде упасть. На заключительном этапе Республиканской Олимпиады по учебным предметам, который, к слову, проводится в конце марта, Брещену представили 188 человек. Более 70 стали победителями. К сожалению, мы здесь не лидеры сегодня. У нас есть над чем работать. Поэтому мы знаем наши какие-то недоработки. Поэтому мы будем, естественно, стараться. Прежде всего, ребята и педагоги, на которых это возложено. И я надеюсь, что в следующем году мы будем в рамках Республики выглядеть более убедительно. На уровне нашей области мы учредили в 2006 году премию Брестского областного исполнительного комитета для поддержки одаренной молодежи. И, в общем-то, за это время уже 1300 человек стали ее обладателями. Многие учащиеся являются победителями заключительного этапа Республиканской Олимпиады несколько лет подряд. Антон Засимук гордости не только своих родителей и учителя Елены Соколовской, но и всей Брестской области. В копилке достижений юноши четыре победы. Сегодня он завоевал диплом первой степени по географии. Говорит, это логичная точка в его четырехлетней олимпиадной карьере. Для меня это, в первую очередь, стиль жизни. И я не могу явить себя ни в одного дня, когда я не думал про это, когда я бы не работал с этим. И, на мою думку, первое, потребна мотивация. Когда ты имеешь осведомление того, что ты делаешь, когда ты докладно понимаешь меты, задания, когда ты имеешь наставников и людей, которые могут тебя поднимать, нелегкие моменты, когда ты про свои хваливания, ты уже не можешь крошить далее. Это так само вельми важно. Успехи школьников были бы невозможны без участия учителей. Ведь если педагог хороший, то и репетитор не нужен. Учитель первой гимназии Елена Соколовская уверенно держится на сцене. Это ее не первый опыт. Пять лет подряд ее ученики показывают отличные результаты. Только тот учитель, который фанат своего дела, который мастер и даже супермастер, и который обладает изюминкой, определенной харизмой, только он может привлечь к себе детей. И это настолько важно, чтобы школа имела вот таких учительских звезд. И вот это вот звездное небо, оно притягивает к себе детей. Это моя первая республиканская олимпиада, но далеко не первая олимпиада по географии. Я участвовал в олимпиадах по географии начиная с шестого класса. И с тех пор я еще ни разу не проигрывал. Елена Ардотовна – это прекрасный человек, который имеет свои взгляды на географию и свои взгляды на преподавания, которые работают. Я тому пример, Антон тому пример, и многие другие олимпиадники, которые были до нас. Успех приходит к тому, кто трудится. Эту простую истину в очередной раз доказали одаренные школьники Брестской области. Их знания, талант и рвение к науке приносят нашему краю славу. И хочется верить, что с каждым годом копилка достижений будет наполняться еще больше.